Мариночка! Я работаю в категорском научно-исследовательском институте, то есть длительное время была руководителем клиники института, соответственно, выполнялись там у нас всегда научные работы. Александр, когда будет две минуты до окончания моего времени... Конечно. А сколько у вас всего? Двадцать. Двадцать? Двадцать. Хорошо, можете за минуту меня предупредить? Я маякнул. Вам какой-то особенный сигнал надо? Прямо прервать. Особенный. Я скажу, Мария, что три минуты. В прошлом, как я сказал, я руководитель, всю жизнь я фактически в науке, я работала в системе Министерства обороны, это тоже было научное подразделение. Ну и так случилось, так случилось, что я пришла в Суперджан. Да, у меня еще путь был в партнерских программах, то есть я сотрудничала с компанией, которые не производительны для добавок. Поэтому очень хорошо знаю внутрецеологию. То есть, ну, сорок лет врачебного стажа, почти тридцать внутрецеологии. Вот. Вот. Можете посчитать, сколько мне лет. У меня сорок лет в выпуске было. Вот летом. И вот, я же говорю, вот и так получилось, что я пришла в Суперджан. У меня было все классно. Вот многие говорят, что там я там искал чего-то, я там ходил, у меня там какие-то были ситуации. Я ничего не искала, я никуда не ходила. У меня было все окей. Я зарабатывала нормальные деньги. Была на любимой работе. То есть, когда говорят, там, вот поел, пробил, поспал, это не про меня. Наша работа, это даже не работа. То есть, люди, и врачи, и педагоги, это отдающие профессии. Сюда, если приходят, то приходят, конечно, по призванию. И, наверное, я с раннего возраста, наверное, думала, да, потому что в 16 лет я одела белый халат. Вот. И вот в белом халате до сегодняшнего дня. То есть, я продолжаю заниматься. Вот. Служить людям. Короткая моя история. И тут мне звонит дочь. Это было в конце сентября 2020 года. Мне звонит моя дочь Евгения. Вот она как раз стоит и снимает. И говорит, мама, слушай, там какая-то классная анекдотика есть. В общем, мы получим новые инструменты работы с командой. Как бы у нас все есть. Вот если бы вы сказали, что там будет энергия, как сейчас Егор рассказал, я бы не пришла. Ребята, да у меня все есть. Энергии вот так. Мне всегда говорили, Марин, да ты что, джазер? Как у тебя хватает сил вот это вот все успевать делать на нескольких работах? Там, там, там. Консультировать в онлайне, буквально. Ну, короче, она мне вот такую вот фишку говорит. Я говорю, ну, если получим инструменты, у меня тоже уже команда. Да, конечно, это серьезно. И она говорит, мама, только там есть аванимент, а есть лицензия. А лицензия на ряду точку 500 с лишним долларов, то есть тогда это почти 40 тысяч было. Я такая, ой, ну ты знаешь, так выгоднее. Так выгоднее, мы не будем платить за аванимент. Я говорю, ну, если так, да, конечно, перекратили. Не думайте, что они мне лежали просто в шкафчике или где-то там в тумбочке, ничего, у меня заранее не лежало. А я говорю, когда надо платить? Она говорит, ну, ты знаешь, либо сейчас, либо хотя бы завтра. Ну, мы тут же находим откуда-то деньги. И не помким так, оплачиваем. И буквально на следующий день или через день попадаем на тренировку у Егора. Вот, Егор, тебе низкий поклон зашел. Уууу! Это было очень много, очень много, очень много, очень много, очень много в нашей жизни. Мы с ней вместе зашли на группу. Сначала так слушали, думаю, блин, почему этот мальчик меня может научить? А потом Егор так говорит, Марин, корону сними. Ну, как бы, корон много было, но я все равно пришла учиться, я их положила в шкафчик и решила, что раз я пришла, значит, я что-то здесь возьму. Ну, и дальше бывало уйти. То есть, когда я заканчила этот мальчик с 70 днями, получила эти 8 жемчужин. И тут у меня, вот, все мои научные мозги, я всю жизнь, я жду научно-исследовательского мастерства, ну, боже. Ну, это же надо, мы столько объездили семинаров, вебинаров, тренингах, что только мы не объездили. Ну, чтобы такой был результат, когда у меня стало больше энергии, когда у меня еще что-то, то есть у меня получилось, как это, как это, как режим энергосбережения, как будто мне еще там 20 батареек поставили. У меня стали мысли в голове крутиться, я думаю, не, ну, как это вообще может быть, что это может вообще такое быть? Мне надо было, знаете, вот некоторые у нас тренеры идут сразу с ходу, быстро мыть домой. Мне надо было в голове разложить по полочкам, научным своим полочкам. Мне нужно было понять, выяснить весь этот механизм, как действует. То есть, сейчас я коротко вам скажу, все упражнения научно обоснованы. Кстати, сегодня об этом как раз говорил Виктор Одинцов, когда у нас для проинтеллект-тренера я была. А, я вам еще забыла сказать, я проинтеллект-тренер в четвертом раме, да? То есть, все упражнения научно обоснованы. И я это разложила полностью, поняла, как влияет на гормональную систему, как влияет на биохимическую систему. Дальше я сама заболела ковидом в январе 21-го, и тут у меня все сдвинулось в плане психологии. Я стала разбираться, как ковид влияет на психологическое состояние человека, почему люди попадают в пик весняк, а это действительно так и есть. И почему это действительно влияет на состояние центральной нервной системы. То есть, это я тоже все разложила в голове, и тогда я начала вести самогруппу. То есть, когда я уже была морально готова вести самогруппу, когда я это поняла. И, кстати, я хочу похвастаться, я первый человек, который работать начала с людьми с постковидной синдромом. То есть, у нас в клинике, где я работаю, у нас как раз на реабилитацию приезжают люди с постковидным синдромом. И я поняла, что я могу этим людям помочь. Мы даже с Герой провели этот эфир, да, это была весна 21-го года, когда мы рассказывали, когда я рассказывала о том, как влияет стресс на иммунную и гормональную систему, и почему мы можем помочь нашими упражнениями. Это действительно так. Знаете, начиная с первого упражнения, вот так стало, не так и соврать, начиная с первого упражнения, у нас запускается гормональная система. И вы знаете, я начну еще с другой фразы. Есть такая великая фраза Сократа. Безумцы лечат тело, не лечат голову. На самом деле, в заболеваниях 80% влияет наше ментальное здоровье. То есть наше сознание, то есть 80% заболеваний, вы, наверное, сейчас слышите из каждого утюга, что психосоматика, 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 язвенная болезнь, артрепия, т.д. То есть куча заболеваний, которые действительно основаны на психологическом состоянии человека. И когда мы меняем, почему люди идут к психологам, и вдруг у них улучшается физическое состояние здоровья. Это так и есть. Но когда я вот это разложила, вы знаете, запускается удивительный гормональный танк. То есть именно позитивный. Именно тогда, когда запускаются позитивные гормоны, гормоны счастья. И дальше все это начинает играть в действительно удивительном таком гормональном танце. Когда, ну вот, я это понимаю, мне может быть трудно объяснить простым языком. Можете поверить на слово. Действительно запускается целый таскан гормонов и биохимических реакций. Те, которые нарушаются у нас на фоне негативных танций. И вот, кстати, очень хорошо. Сегодня тоже я слушала Виктора Одинцова. Я тоже об этом все и додумала. Я с ним вот на тысячу процентов согласна. Единственное, что я жалею, что врачи нас пока не слышали. У нас таких, как я, Одинцов, еще несколько докторов, есть пыхан целый, да. Нас здесь раз-два и обчелся пока. Пока люди не хотят понимать, они привыкли лечить таблетками. Вот. То есть, именно влияние на психологическое состояние и запуск правильного функционирования гормональной и технической системы играть здесь огромное. здоровье, восстановление здоровья. И у нас уже огромное количество примеров, когда люди с заболеваниями встают с инвалидных колясок. Только не говорите, что мы в суперджампе, вот сейчас прям все здесь лечим. На самом деле, эти примеры есть. У нас масса людей, которые просто избавились от заболеваний. То есть, снижается артериальное давление, получается количество сердечных приступов. То есть, у нас вот все упражнения направлены прежде всего на здоровье. И на ментальное, понимаете? То есть, не работая на уровне ментального здоровья, мы с физически не можем справиться. И вот тут я вам скажу еще один интересный момент. Знаете, мы в медицине никого не лечим. Может быть, вам сейчас покажется это качественным, но это так и есть. Мы в медицине, в обычном нашем, ортодоксальном понятии, то есть, вот у тебя болезнь, на тебе таблетку. Если тебе не хватает этой, на тебе две, да? Вот у тебя гипотония, на тебе четыре препарата. Я работаю с пациентами с сахарным диабетом, да? На тебе четыре, пять препаратов. На тебе инсулит. Что мы делаем? Мы таблетками снимаем симптомы. И на самом деле мы кормим аптеку. Мы кормим эту болезнь. И мы загоняем человека в хронику. Нас так учили. Это не врачи виноваты. Нас учили облегчить человеку состояние. Облегчить ему самочувствие. Чтобы он мог хоть как-то лучше себя чувствовать. И чтобы качество жизни его менялось. Но болезни от этого не уходят. Ну, кроме инфекционных. Которые вылечили все. И на самом деле, что получается? Я очень хорошо знаю БАД. То есть, получается, фармацевтическими препаратами мы снимаем симптомы. БАДами мы кормим на клеточном уровне. То есть, это все работает вместе. Почему я для себя выбрала и БАДы, и Суперджам? Потому что я выбираю только то, что мне помогает в моем профессиональной деятельности в росте моем, как специалиста, не традиционщиков. Понимаете, по-другому подхожу. Да, я забыла сказать еще, что я живу в городе Иссентуки, работаю на курорте. Мы занимаемся оздоровлением курмотными факторами, которые тоже не являются таблетками. Я потом к этому довернусь, почему я на этом заострила внимание. Но у нас нет никаких возможностей дать человеку энергию. Вот здесь мы даем человеку зарядное устройство для его аккумулятора. У нас в медицине этого нет. Мне многие сейчас говорят, да, у нас вот такая биодобавка, вот такая. Я вот это глобол, и все, я бегаю. Это тоник, тонизирующий, это топинги наши. А мы учим так, чтобы у человека из руки вырабатывалась эта энергия. Знаете, как Сахар говорит, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. И в каждом человеке есть генератор энергии. Научите им этого, этим пользоваться. Вот что очень важно. Понимаете? И вот когда я увидела, что мы можем здесь дать энергию, 95% людей, с которыми я сталкивалась, с посткоридным синдромом, на реабилитации. Они страдают дефицитом энергии, апатией, нежеланием ничего делать, но когда нет энергии, нет ничего. Рушится бизнес, рушатся отношения с людьми. И когда я увидела на своих пациентах, как это работает, это работает просто меру на меру. То есть у меня есть и пациенты, которые проходили, и обычные люди, и самые разные люди, у которых что-то было плохо, стало хорошо, у которых все было хорошо, стало еще лучше. Но в любом случае, суперджан сыграет для вас определенный уровень. Знаете, здесь, как кто-то, Ольга Пыханцева когда-то сказала, здесь как со шведского стола, каждый возьмет то, что ему нужно, и столько, сколько нужно. А я всегда говорю другую праздную, я же на курорте работаю, и нас спрашивают, а почему ваши ванны от всех болезней, одни и те же, там, минеральные ванны, там, инвестор водородородные, всех разные болезни. Так вот, возьмет та система, которая больше всего в этом нуждает, вот как работают курортные партель, вот здесь суперджан, и точно так же, возьмут те системы, которым сейчас это больше всего нужно. То есть здесь очень важный вот этот момент, что каждый человек, почему Егор сказал, каждый получит результат. Егор знает, потому что все получают результат, а я знаю, это с очень глубокой точки зрения, как человек научно подробный. Я это знаю, я это вижу. Вы знаете, когда ты видишь, как буквально на второй-третьих день происходят трансформации такие, что люди становятся совсем другими, и когда ты это видишь, и ты понимаешь, что ты становишься частью изменения других людей, улучшения жизни людей. Вот тут твои гормоны взлетают еще выше. Согласна? Все, кто ведет? Да. Знаете, вот я хочу сказать, и в партнерских программах, и в медицине мы очень много отдаем. То есть ты действительно с приема приходишь, как выжатый лимон. Педагоги точно такие же. Ну, потому что мы все время в отдавании, в отдавании, в отдавании, но нас нечем подпитывать. Вот, подпитывать. И почему я первым делом хотела позвать всех медиков, потому что я знаю, какие-то люди с синдромом выгорания, с апатией, когда уже действительно тебе ничего не хочется, когда не хочется видеть пациентов, это есть, это некосчувственно, это так происходит, потому что люди устают. А у нас нет в медиках никаких тренингов, никаких подпиток, таких вот, которые будут во многих там банках все проводят, тренинги проводят, обучение все. У нас есть только профессионалы, обучение. И вот мне хотелось именно дать прежде всего медикам, но они пока этого не слышат, к сожалению. Но я думаю, что они услышат, так же, как сейчас все услышали про БАД. У меня такая же история была с БАДами. Я тот врач, которого увольняли за применение биологически активных добавок за объемлем. Я там говорю, вот такое, говорят, было, вы знаете, что такое было? Я говорю, да, не знаю, я как раз из этой кагурты. Я тот врач, которому говорят, да бедитик Карташова вообще куда-то там влезла, вообще непонятно, чем ты там вообще занимаешься, куда ты опять вляпалась, опять у тебя лично какие-то мысли. Да, я понимаю, как это работает, и я готова помочь каждому. И понимаете, вот действительно, живя в состоянии отдавания, надо научиться себя восстанавливать. И вот каждый человек, который, может быть, еще не прошел суперджан, это, знаете, как в самолете. Надень маску сначала на себя, а потом на ребенка. Вы помогите сначала сами себе. И это действительно с точки зрения науки, медицины. Это удивительная система, которая именно помогает восстановить энергию. Не работает, как или ни один медикамент, ни одна геологически активная адаптация. Вот. То есть это действительно удивительный совершенно инструмент. А Марина? Да, я уже поняла. Эль, я просто хотел сказать, вы прекрасны, прекрасные свидетели. И да, у вас осталась минута. У меня осталась минута. И я хотела что-то еще сказать. Да, я моментально я уже сказала, про это сказала. Ну, то есть, и когда мы говорим о том, что мы еще здесь зарабатываем хорошие деньги, да, у меня выросла миссия моя. То есть у меня был достаточно узкий труд. Я понимала, какая моя миссия в этом мире. Сейчас эта миссия, благодаря суперджанку, тем финансам, которые здесь есть, настолько расширилась. Я бы никогда не могла об этом задумываться, не понимая, какие у меня здесь будут финансовые возможности. Они уже есть, чтобы выполнить то, что я хочу. Уже первый шаг даже у меня есть в онлайне. Центр гармонии здоровья. У меня так, он все и называется. Так что, друзья мои, все есть и брать с точки зрения медицины, науки. Это действительно великий пристрой. И когда-то люди это поймут так же, как сейчас. Все покупают витамины, биодобавки. Это произойдет и произойдет гораздо быстрее, чем с БАДами. С БАДами больше всего побежали в ковид. Сейчас мы просто летим с такой скоростью в ассоциации, что, конечно, мы будем находить в больших вершинах. И, конечно, потом каждый захочет прийти и запрыгнуть в этот поезд и подняться на эту высоту. Я благодарю вас за внимание. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ